Дорогие друзья, сегодня в моем волшебном доме Нам предстоит уборка Волшебный дом, волшебная уборка, очень много работы А кто же нам будет помогать? Ну, возможно, добрая фея, как в сказке А вы как думаете? И как же происходит уборка в волшебном доме? А в волшебном доме, чтобы помыть полы Нужно передвинуть, передвинуть мебель, предметы быта Сначала протереть, потом пол в одном месте Потом передвинуться мебель, предметы быта на другое место И уже там протираем Так что работы очень много А с чего же мы начнем? Я думаю, с моей королевской кровати Сейчас я так волшебно сниму с нее белье Положу в мою сказочную фиолетовую стиральную машину Так что вот Но у нас с вами же ни одной минутки даром не проходит Поэтому в это время мне нужно поставить Готовить себе завтрак На завтрак овсяного каши Субтитры сделал DimaTorzok Ну еще, конечно, протереть пыль Красиво, красиво перевесить одежду Стряхнуть пыль И вообще красиво перевесить одежду Как вы понимаете, зеркала, картины Вот о чем я говорю Коллекцию зеркал, картин Нужно передвинуть Сначала протереть пол там, где он в свободе Вот, а потом все это передвинуть Такие мои королевские стулья Картины, зеркала Чемодан Вы понимаете, да? Ну и здесь тоже Одежду, обувь Все это нужно будет передвинуть С одной стороны на другую Такая огромная-огромная работа А, еще помыть ванну Помыть ванну Такая огромная-огромная работа Вот, думаю, наверное, нужно прохладненько Нужно, наверное, мне переодеться Одеть спортивный костюм Потому что я открыла балконную дверь Чтобы дышать свежим воздухом Как вы понимаете, вы приглашены на эту королевскую уборку Так что Сейчас я переоденусь Я одену спортивный костюмчик Лошадные брючки И вот такой красный Так это спортивный Бел Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Ну что, мои волшебники, волшебницы Приступим И в процессе уборки Сделаем еще такую зарядку Спасибо за просмотр! Бел И в процессе уборки Или все-таки черненькая платьица Конечно, в спортивный костюм Как-то вот это Черная платьица А только в обтях Ну посмотрим Посмотрим Ну, чтобы было красиво видно, наверное, туда я поставлю. Сейчас снимать белье в своей волшебной кровати, чтобы вам было видно, красиво. Туда поставить. Ну, хорошо. Чтобы еще обзор был, сейчас я переставлю. Переставлю, чтобы был обзор. И, конечно, таким на все, что очищаем. Очищаем, очищаем мой волшебный дом от негатива. Вот такие вот дела. Продолжение следует. Продолжение следует. А есть ли у вас помощники? Эти волшебные феи. Волшебные. Ну что, белье я уже снимала. Мои волшебные кровати. Мои волшебные кровати. Угу. Мои волшебные кровати. Немножко волшебного стирального средства. Нужно включить, машинку нужно включить. Малышинка. 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 Продолжение следует... 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 Чистит водички. Ну что, Яндекс показывает плюс 12 в Петербурге. Погодка шепчет. Наталья Правдина в твоей книжке советует разговаривать. В частности, со стиральной машинкой, чтобы она хорошо работала. Да. И очищать ее, чтобы она была чистая. И все с ней разговаривать, чтобы она хорошо работала. Так что... Ну, может быть, имеется ввиду посылать любовь. Я же вам загружала это видео на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салманова через дефиц, Мактон Сайнфуден через дефиц, как Склаус Джоус, посылал любовь своей машине, которая великолепно работала. Вот, великолепно. Потом он ее решил, решал кому-то отдать. И там она ломалась, потому что он уже переставал посылать ей любовь. Да. Ну, я ожидал, кто интересует самотворчество. Вы, наверное, это слушали. Ну, вот. Я открыла сейчас мою страницу ВКонтакте. Мои такие шикарные здесь фотографии в шляпе. Ох, это еще не все это. Нужно полы, потереть стол, вообще буфет, а еще посуда. Еще нужно помыть посуду, а еще вынести мусор. Но профессионалы в огромном-огромном доме убираются за пару часов, как у нас на Фиксиксинке, Нуроуз Бумфилд Коннектику. Пара часов, два с половиной часа, и вся уборка готова. Просто какая-то просто вот, скалочно волшебная. Что такое скалочно волшебное? Я, кстати, вам загрузила генерала Лебедина. Вы, наверное, на мою страницу ВКонтакте. Ну, может быть, это не совсем к волшебству будет сказано. Хотела вам найти его интервью. Хотела найти его интервью. Чтобы уж точно не ошибиться. Хотя, смотрите, здесь написано, что после аварии два вертолета он еще прожил 4 часа. 4 часа, когда я тут читала, был доставлен в госпиталь. Я вот загрузила. Просто я не от кого утру. Ну, надо будет, знаете, интервью послушать. Ну, не знаю. Я вот как-то не запомнила. Через 4 часа после крушения самолета он погиб. Генерал Лебедина. Я просто точно вам не могу воспроизвести, как он это в интервью говорил. Но он говорил так, что, ну, может, я немножко пафосно скажу, он не так говорил. Вы знаете, вот такой все-таки генерал. В общем, живи, знаете, живи героем. А если уже погибнуть, то сразу. Он вот так хотел. Вот так и получилось. Просто это удивительно. В этом интервью он вот так вот как-то вот говорил. По-итальянски. Я однажды в Италии с итальянцами, знаете, они такие лихие. На обгон там еще что-то. Лихие. Так гнал. Итальянец тоже говорил. Если что, сразу как-то вот это, чтобы не это. Ну, вы поняли, да? Это удивительный подход. Удивительный подход. Просто как говорят, если Бог хочет наказать, он лишает рассудка. Я такое читала. Вот. И видела в Кащенко женщину, как она там говорила. Лучше всех, но никто не завидует. Или что-то в этом роде такая. Любаша. Любаша. Днем ее привязывали к этому, как называется там, к дивану, а ночью кровать. Днем она была привязана к дивану, а ночью была привязана кровать. Или все-таки больше предпочитаете волшебников и волшебниц. Волшебный дом. Чтобы я что-то такое сказочное и волшебное говорила. Или ближе, конечно, к какой-то вот такой вот, ну что. Татьяна Сталмана заснимает видео о защите своей чести и своего достоинства для приморского суда в Санкт-Петербург. Это нужно понимать. Так что вот. А так, ну да. И кошки у меня такие сказочные были. И дом волшебный. А так, знаете, больше энергии появляется для уборки дома, чем с плохим настроением, с хорошим. Но волшебную уборочку быстро сделать. Так что. А вы как думаете? Да. И так, вот так. И так. Ну что, это такая первая часть, потому что у меня компьютер показывала, там не застерло это видео, нужно было стереть, но показывала, что у меня мало места на диске. Ну что, сделаем 28 минут с позитива, сделаем с алмазом Тайфулин, или пройдемся быстренько здесь бегло по моей странице Вконтакте. Ну, конечно, феерическую Наталью Правнину в этой кепке, в этой штучке, очень шикарное, шикарное видео, как вернуть радость жизни. А, вот, давайте послушаем, она очень правильно, давайте послушаем ее, сейчас видите, я несколько раз вчера еще смотрела, посмотрим, послушаем, вот она правильно сказала, Чем? Видно, что слышно, я уже в домашней обстановке, уже со мной рядом верный оператор Сережа, поэтому я чувствую себя очень-очень сильной, очень-очень сильной и очень могучей. Оп, да, очень сильной и очень могучей, великолепно. Второй вебинар на тему, которая вам понравилась, как вы мне сказали, как вы мне писали, а именно тема у нас такая, как вернуть радость жизни, как вообще сделать такой общий детокс самого себя и как вообще радостно жить. Да. И вы знаете, друзья, у меня часто... Вот как сделать такой детокс, детокс квартиры и радостно жить. Это я так вот немножко перефразила. Это инсайты приходят во время сна. Сегодня у меня такой инсайт пришел утром, рано утром, когда я бегала, кстати, я снимала сториз как раз в это время, когда я утром была на дорожке, в парке, на пробежке. И знаете, когда я в мысль не пришла, я хочу с вами поделиться, просто поделиться вот этой идеей. Мы с вами говорим о радости жизни, как вернуть радость жизни, как научиться радоваться. Как научиться радоваться. И вот сейчас такой философский вопрос хочу я поднять, друзья. Радость через радость. Вот, вот, вот. Да? Или радость через преодоление. Вот, радость через радость или радость через преодоление. То есть легко или тяжело. Это вообще просто гениально. Я два раза это вчера слушала. Радость через радость или радость через преодоление. Вот такая заставка у нас эпиграф может быть к нашей сегодняшней встрече. Вот прямо могу сказать, что это более глубокое. Вот, вот, радость через радость, вот, радостно убрать дом. Вот, поднять себе настроение и радостно убрать дом. Или через преодоление. Ну, не хочется. Ну, вот, лучше я сяду сейчас книжки, вот, почитаю. Ну, что-нибудь такое, что-нибудь там-то прогулочка. Лучше там вообще отдохну. Такая по-королевски. Ну, не хочется, да. Или через преодоление полы мыть. Все это передвигать. Вот это вот все снимать. Все передвигать. Полы, вот это. Туалет еще мыть. Этот толчок. Потом эту ванну оттирать. Это нужно вот это вот приложить усилие. Ванну оттирать. Все это вот помыть. Потом все это передвинуть. Потом это все на место поставить. Вот. Это уже философское осмысление. Утром, рано утром, когда я бегала. Кстати, я снимала сторис. Вот. Радость через радость или через преодоление. Вот себя вот заставить убирать дом. Ну, вот философский вопрос. Ну, через преодоление, наверное, многие знают. Не хочется, но надо. Ну, вот посуду ее надо вымыть. Ну, вот подошел, надо вымыть. Ну, вот надо вымыть. Чтобы было чистое. Это как-то понятно, более понятно. А как же сделать радость через радость? Чтобы сделать это волшебно и радостно. Радостно помыть посуду. С радость через радость убрать дом. А здесь нужны таланты. И очень, думаю, что очень помогают в этом тоже вот книжки. Очень умные книжки. Какие-то такие видео. Такая вот эта мотивация, что-то вот такое. И для себя что-то. Вы понимаете, а уж 30 минут пошло. На 30 минут. Как раз в это время, когда я утром была на дорожке в парке, на пробежке. И знаете, какая мысль мне пришла? Что тут еще интересного? Ну, я загрузила мои фотографии. Я в моей квартире. Тут они красили, делали ремонт. В 2007 год эти фотографии. Здесь на лестничной площадке вы можете обогревать, что дверь цвета фуксистости. Кстати, на одной фотографии можете видеть, как дверь цвета фуксистости, которую я ставил на две квартиры за мой личный счет. Тоже шикарный шикарный шкаф-купе, который купила для соседей, для Веры. Так что вот эта вот фотография моя. И вы можете обогревать вот эту дверь, которая сейчас цвета фуксистости. Она была деревянная. А также вот эту фотографию в той комнате. Эта комната у нее в сине-зеленом-желтом и красный пол была. Она была совершенно феерически шикарно прекрасна. И, конечно, к йоге. Ну, это мы отдельно с вами обсудим. Наверное, уже после уборочки. Йога смеха. Йога смеха я сама полностью не посмотрела. Но я знаю, что есть, я смотрела и раньше такие видео. Есть такие, ну, это там, как называется, клуб, ну, не клуб, а курсы. Курсы смеха. Это может быть странно покажется, но я смотрела это по интернету. Что есть такие специалисты, которые приглашают уже людей, и они вместе смеются. Ну, как-то вот себя заводят, вот, ну, и, в общем, вместе смеются. И такие курсы, курсы смеха. Тень не нашла, нашла вот эти мужчины. Вот мужчины, вот даже, по-моему, там в перекрестке, куда? В ТК, ТС, перекресток. Йога смеха, ТС, перекресток. Михаил Маратович Фридман должен узнать. Смотрите, ну, вот видите, в перекрестках тренинг для директоров. Смотрите, смотрим и смеемся вместе с нами. Я еще полностью не смотрела. Изучим. Я вчера вам пыталась показать. Не то, что пыталась, сумочка. Я же, в общем, как-то, немножко так. Немножко так. А здесь специалисты даже приглашают, это за деньги. Видите, как можно быть? Йогу смеха преподавать, пригласят, денег заплатят. А что же сидеть без денег? И здесь Наталья Грейсия загрузила законы денег, волшебный мозг, виды памяти, Джон Кеха, сила разума. Что тут? Ну, в общем, да, это вот моя страница. Мои шикарные фотографии в шляпе. Конечно, хотелось бы, чтобы встала. Уже все убрано, уже все чисто. И уже такой завтрак по-французски. Эти свежие круассаны, этот кофе, органик. Все эти миллы, эти круассаны. Это варенье и клубника, и вообще фрукты, свежий, выжатый апельсиновый сок. Это клубника, черника, ананасы, сыр, нарезочка сыра. Мусли. Я бы такая стала, уже покушала, красиво одела, скриняла душ. И, конечно, к позитиву. К книжкам и позитиву. А что для этого надо? Для этого нужно иметь деньги. Поэтому мы с вами изучаем. По крайней мере, я в моей, так скажем, моя программа «Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли» Статьяна Салмазна, Мактун Сайфудин, я изучаю сама и показываю в моих программах. В частности, людей, которые разбогатели, стали богатыми, они делятся секрежами, как это удалось. Так что вот, чтобы самой не заниматься уборкой, не выносить мусор, не вот это, чтобы это шикарный вот этот вот стол французский, и чтобы еще хорошо бы, знаете, на частном самолете вылететь в Парижный шоппинг, это нужно иметь деньги, нужно иметь средства, нужно иметь деньги. Кашка варится. Кашка у меня варится. Сейчас нужно помешать. Ох! Кашка варится. Даже немножко пригорела. Ничего же. Потому что кашку нужно помешивать. Кашку нужно помешивать. Кашку нужно помешивать. Кашку нужно помешивать. Кашку нужно помешать. А, я что, вы еще знаете, пишут у меня или нет, я забыла, я что-то говорила, в Кащенко, знаете, на третьем отделении в Кащенко, что вы думаете, там были три большие палаты, и одна из этих палат была мужская. Там было две женские, одна мужская палата, у нас в коридоре были столы, и там завтракали, обедали и ужинали, и мужчины, и женщины, в психиатрической больнице, Кащенко. Я такого не слышала никогда, это, наверное, специально надо будет, знаете, отправлять вообще документы в Европейский суд по правам человека. Там, когда входишь в общий туалет, с таким вот этим видовым окном, там только вошел в туалет, и мужчины идут, тоже в туалет, в этот же туалет. Там же стоят бедеты, на бедеты мужчины входят. И это я понимаю, что для Европейского Суда по правам человека. Это по факту. Что у нас по факту? Да вы не все были эти больные этим коронавирусом, еще чем-то много лежачих было больных. И все они почти были из этого специального заведения. Они просто заболели этим коронавирусом, и мы их отправили в Кащенко лечить. А так они были из какого-то там закрытого заведения. Я просто там слышала, что говорили, для них их всего одна палата. Она большая, для них не хотели открывать отдельное отделение. Так что вот, их сделали совместно, вот эта коронавирусная. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что, кашка, кашка уже сварилась практически, кашка практически сварилась. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok